Ездишь в транспорте без маски, приготовься, полиция рядом. В городе проходят ежедневные рейды по соблюдению масочного режима. Вот и сегодня сотрудники администрации и стражи порядка отправились в совместный рейд. Оказалось, половина кировчан ездят без масок. И не только они. Некоторые водители и кондукторы работают без средств защиты. Что грозит нарушителям, знает Ольга Мартынова. Надеваете ли вы в общественном транспорте маски? Да, вот такой. Да, пользуюсь. Вы знаете, забыла дома. И таких забывчивых пассажиров много. Однако есть те, у кого маска под рукой, но точно не на лице. И надевают их кировчане только по просьбе стражей порядка. Если у вас масочка при себе, напоминаю, что у нас масочный режим в Кировской области не отменен. Есть вот постановление правительства Кировской области 206-3П. Здесь сказано, что необходимо носить маски в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте. Пожалуйста, не нарушайте. А этот мужчина вообще не знает, что в транспорте действует масочный режим. Выдадут масочку. Напоминаю вам, что у нас масочный режим в Кировской области не отменен. Выяснилось, средства индивидуальной защиты только у половины пассажиров. Почему маску надели только при виде полицейского? Спасибо. Не носите маску в общественном? Жарко просто. На первый раз полицейские ограничиваются профилактической беседой. По закону административный протокол составляют в крайних случаях, если пассажир категорически отказывается надевать защитное средство. Злостным нарушителям грозит штраф до 500 рублей. При проверке нашлись водители и кондукторы с неприкрытыми лицами. Они тоже должны быть в масках. Почему вы без маски? Только что снял. Почему сняли? Подышать захотелось. Почему? Как кондуктор вы без маски? Сняла. Потому что душно дышать нечего. Среди кондукторов оказалась женщина, у которой астма. Ей сложно быть в маске из-за болезни. Как быть в этом случае, она не знает, потому что с руководством просто незнакома. Где масочка у вас? Мне нельзя маску, у меня астма. Мне маски нельзя, потому что я задыхаюсь. Я хожу с препаратом. Хорошо. Тогда решайте этот вопрос своим руководством. Я его даже не знала ни разу. По итогам проверки, некоторым руководителям транспортных предприятий направят предупреждение за то, что их сотрудники работают без средств защиты. При повторном нарушении предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Ольга Мартынова, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Давича.